Добрый вечер всем! Сегодня у нас 29 января 2020 года международный турнир по спортивной ловле карпа галилейский карп 2020 как я обещал 10 часов ну почти мы выходим в эфир с поведением итогов дня за сегодня за четверг что вам сказать как бы ну достаточно грустная ситуация потому что суховато мягко говоря выражаясь на данную минуту у нас 200 килограмм рыбы на все команды из которых есть команд без рыбы 15 с рыбой многие с одной ну как бы есть и 2 и 3 даже есть естественно побольше те которые у меня сейчас смотрят знаю таком и говорю команда аса который у нас идет пока на первом месте с отрывом в 37 килограмм от третьего от второго места у них 14 карпов я сегодня сделал очень такой очередной серьезный поход прошелся по северному северо-западной северо-восточному участку нашему которым находится сектора с 18 по 25 прошел по всем единственно что последнюю команду которая пришел уже стемнело но нормально мы там палатки со светом посидели пообщались самая грустная ситуация но не в плане рыбы рыбодавка у них есть это команда дельта которые сидят в двадцать пятом секторе у них все не зала не сложилось самого начала не задалось скажем так когда их пытались выселить из сектора мотивируя что там идет стройка и путем всяческих ухищрений нам удалось оставить их на месте теперь я даже не знаю сколько это было в плюсе в плане в плане того как они себя чувствуют сейчас да они с рыбой да они даже на восьмом месте но у них днем сзади работает трактор а ночью их просто перекрывают сетями чем перекрывают называется конкретно от мыса до мыса и получается где-то с девяти вечера до 7 утра поговорила с ними они пожаловались вот ну они прекрасно понимают что мы как организаторы сделать ничего не можем в этой ситуации у них судя по всему там самое рыбное место с точки зрения промысловиков поэтому они на туда идут хотя как они говорят что первый день все эти которые там стояли когда их вынимали они были пустые снимали без рыбы но уже вот вчера что все эти были с рыбой в основном это был усач был карп мелкие которые они выбрасывали него не брали то что говорил именно тем что как бы карпах не интересует тем более мелкие на фиг он им нужен куда не уделать мнение они видели что мы смотрели бинокль там было карпы еще и может тут у нас могу вам показать у нас находится и наш главный тренер всем добрый вечер израильской сборной олег грямов вот прошу кто не знаком познакомьтесь человек который ведет нашу сборную к победе в чемпионате мира в украине так что если что он будет комментировать тоже помогать что происходит потому что он тоже был сегодня во многих секторах много чего видела дешево на стримбей вы танец и охота пообщался я в общем то и с нашими белорусскими друзьями командой которые уже пустила здесь корни уже получила от нас почетные членские билеты клубная потому что как бы команда уже сколько пять лет они у нас и в прошлом году они заняли достаточно высокое место на турнире да они тоже они говорят что мы были фактически на этом же берегу прошлом году и очень хорошо отловились но место где стояла их палатка в прошлом году это то место куда они сейчас забрасывают с берега свои снасти и понятное дело что до ближайшие бровки которая нам всем интересно как сказал хайкин что сказочная волшебная загадочная бровка она у них сейчас находится там за 200 метров хотя был товарищ по имени помпи который утверждал что у него броку на 120 метрах и он не очень хорошо чувствует но кроме рыбы там есть только синих кроме вместо рыбы на этой бровке есть только мусорные пакеты бутылки и всякий прочий мусор потом периодически вытаскивает может быть и так вода поднимается и даже вот относительно первого дня турнира и сегодня видно видно сколько вода поднялась высоко чем более мелкие берега тем соответственно больше захватывается берега есть команды которая как вода уже подходит достаточно близко но я надеюсь что до пятницы все-таки не будет критических ситуаций похоже что не будет сильных ветров соответственно не будет нагонять волну на берег и талатки не затоплют с другой стороны отсутствие ветра и волны это в общем то тоже не очень положительный момент для рыбалки у нас на кино эти мы помним прошлый год ураган и шикарный кровь как сказал сегодня кто-то из ребят что неизвестно что лучше реально до комфортные условия зеленая травка солнышко тепло и без клеви полная или все-таки ужасные условия камни под ногами затопленный берег мокрая одежда и клев как из пулемета кто нашел учился потому что нравится по крайней мере то что я смотрю ну что так нет левых команд однозначно все команды которые вот я прошел а прошел я весь западный берег и весь наш северо-восток все команды собираются бороться до самой последней минуты никто не хочет уходить есть скажем команда вот нашего англоязычного коллеги карпятника из юар он попросил меня что я уже сейчас записал его на все предстоящие турниры карповые нашего клуба вот так что стойкие люди и наши гости из разных стран и с украины как бы тоже вот все настроены очень позитивно в плане борьбы дальнейшей сегодня была нормальная погода с утра шел дождь но к обеду может прекратился это именно позволило мне выехать на на север потому что под дождем не очень комфортно все-таки снимать спасибо нашим опять же друзьям из администрации пляжей которые разрешили мне заехать прямо на пляж и благодаря этому мне не пришлось ногами месить эту грязь а просто я проехал вдоль всего пляжа и чуть не потерял команду а муске потому что я когда возвращался обратно почему-то я решил что я все команды уже прошел даже так и в каком-то стриме я и сказал вот на их последней команде ля-ля-ля-ля-ля а потом имя к этому моменту опять как всегда сел телефон вот почти ноль процентов а потом я уже ехал обратно уже видел даже судей которые хрена встречу и тут я вижу слева сектор понимаю что этот сектор я пропустил но ничего страшного я все равно к ним сходил дождался пока телефон зарядиться хотя бы до 15 20 процентов пошел и мы там тоже поснимали ну все это есть на фейсбуке можете посмотреть все лежу пошел гулять за дверью толпа народу дожидаясь на пока закончу с эфиры кофе я не дам вот ну в общем то так и день прошел были всякие инциденты смешные мелкие например в сектор команды аса приехал трактор который должен был срочном порядке перетаскивать будку спасатель и аса мне позвонили в общем-то возмущенные почему так я естественно начал поднимать всех на ноги и на это кинерит и администрацию пляжа дозвонился до администрации пляжа они не сказали как какой трактор фактор должен был приехать воскресенье четко договорились и потом как бы этот администрация пляжа примчался это прямо туда на место мне дал прямо этого тракториста на телефон то сказал смотри мы до собирались воскресенье но вода поднимается так быстро ну что мы боимся что просто будку затопит она же деревянная если и затопит как бы есть проблемы и там и вещи внутри в этой будки короче они были вынуждены просто быстро быстро эту будку туда убирать ну слава богу никто не пострадал возможно кроме червей по которым проехали с полозьями этой будки единственно что ребятам пришлось переставить рот воды в воду чтобы дать возможность трактору там проехать и вытащить эту будку но все закончилось благополучно возможно даже на к лучшему я не знаю потому что теперь там больше места мне так кажется для того что можно было отступить в случае подъема воды хотя за один день я не думаю что это уже серьезно в общем то все как бы спящих команд я не видел все команды работали я понятно сделать эфиры из каждого сектора в этой зоне самый короткий дух нефер с аланом потому что он как бы нас англоязычный он просто сказал пару слов о том как классно как круто и что он приглашает всех карпятников которые понимают английский язык как бы чтобы услышали приехать к нам израиль и получить кайф от карпа ловли зимой что у нас еще по результатам по результатам крупная рыба осталась естественно за командой асом 12 килограмм 10 грамм был еще что у нас из крупняка было сегодня 6 килограмм была рыба бюджетов 6 900 была рыба гризли получается в общем как бы не показать что есть много крупной рыбы я тоже не могу к сожалению все-таки одна двенашка и семерка там тоже было я смотрю бы но обещанной мелкой рыбы я не вижу обещали нам огромное количество мелкого карпа килограммового но его улово в общении то есть как всегда огромное количество усача и достаточно много самов вот наш украинский друзей как вы услышали если вы смотрели этот эфир с этой командой команды и кричите я извиняюсь что я вчера не вышел прямой эфир но были обстоятельств это мне не позволили это сделать поэтому отдуваем ся сейчас завтра фактически предпоследний день осталось может как полтора дня осталось окончания ночь по статистике у нас не рабочие в этом году не было ни одной команды которая взяла бы карта именно ночью спали поклевки там вечером к 12 ночи но именно ночное время чем-то тишина судьи никто не подымает как это было на прошлом грейском карте когда звонили ночью там на крупную рыбу ну понятно на жизнь правило только на big fish поднимает судей и если есть рыба крупная но очень сильная волна которая бьет берег и может рыбу повредить как-то так на улице тепло дождь закончился завтра я хочу сходить на оставшуюся часть то есть сектора мгф сусита гофра там уже остался им чуть-чуть в принципе сколько там у нас 12 секторов осталось ну и всего в пятницу в 11 часов финальный свисток я надеюсь что мы хотя бы до 300 килограмм дойдем на очень хотелось хотя бы так потом скажу я смотрел статистику по нашим голейским карпом за многие года начиная с 2007 года специально мне стекла статистика и у меня статистика она сделана так что меня не особо интересует общий пойменный вес рыбы за турнир меня больше интересует сколько килограмм на одну команду потому что понятно может быть 20 команды и только там три из них с рыбой на поэтому как бы это нет мне не показатель поэтому я делал именно средний вес на команду у меня на там получилось два плохие года это был 2008 год близкий карпа и это был 2011 год в эти года оба было в средний вес 11 килограмм на на команду вот сейчас у нас то у нас с этим у нас получается на сегодняшний день 208 килограмм это 8 килограмм одну команду то есть мы даже до этого самого плохого результата пока еще не дошли это вообще грустно грустно потому что она идеально самые плохие года такого плохого клёва я не помню так чтобы было все-таки конечно да статистически у нас получается 25 команд поэтому 10 команд без рыбы то 50 процентов почти такие турниры тоже бывали но когда их там было 17 команду 50 процентов это было там на 8 без рыбы так что вот такие вот дела завтра опять же кроме эфиров и со секторов команды и кстати я так понял что это очень понравилось многим эта система вести когда веду эфиры потому что та же команда может потом просмотреть этот ролик записи на фейсбуке показать его друзьям том вот они вот мы это очень приятно людям это очень нравится я потом сделаю наверно сделаю отдельные ролики для каждой команды не маленькие с вот таким стримом с этим эфиром заброшу их на youtube который зараза не позволяет нам делать прямые эфиры потому что нас нет тысячи подписчиков вот и потом каждая команда как бы будет иметь возможность зайти на наш канал на ютюбе и показывать своим друзьям всегда на турнире но это кроме того что будут конечно записи и ролики из зала из церемонии награждения есть такие же церемонии открытия естественная пока их не загружая я позавчера об этом говорил что с трафиком и с интернетом который у нас есть здесь это делать себе дороже то есть я поставлю на загрузку один файл церемонии открытия вряд ли он даже до утра загрузится на ютюб с этим трафиком поэтому я тоже буду делать дома с нормальным вай-фай а пока как бы вот так прямой эфир это средство показать сектора и команды и вечером если получится выйду в эфир я бы что не получится потому что завтра у нас будет самый тяжелый вечер турнире это всегда так потому что последний вечер перед закрытием нам нужно определиться со снаряжением что куда складывать потому что в пятницу нужно просто времени не нужно делаться в четверг плюс обычно четверг я уже выписываю дипломы за участие так как понятное дело по любому минимум две трети из участников они не займут никаких призовых мест поэтому я заказываю всегда ровно по количеству участников дипломы я выписываю на всех потом когда уже приходит время с финальными результатами я просто снимаю и убираю те диплом на которые людей которые получили призовые места потому что не полевому уже получить диплом за приз вот и поэтому представьте себе у нас сейчас сколько у нас там было по моим подсчетам 64 человека вся четыре человека у нас как бы участников кроме этого у нас есть 14 судей на тоже диплома выписать у нас есть спонсоры трубаться диплом поэтому у него завтра придется ночью это по мальчику на 3 как всегда и дети писать эти дипломы ваш спасибо тебе за хорошие слова очень приятно я стараюсь беречь себя на нашу вы берегите меня и тогда будет все хорошо вот все сейчас пойду этом пообщаюсь с народом поможет по паузе доме касты я так понимаю жарду в моей крови всем спокойной ночи я через минут есть 15 сделал еще один эфир на иврите для наших юритоязычных зрителей которые тоже как бы уже несколько раз сказали не спасибо что я все-таки выходил и на иврите тоже потому что на русском они ничего не понимают вот всем спасибо за просмотр всем хорошего дня спокойной ночи и с этим все увидимся завтра пока подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки как всегда пока вписывайтесь на наш канал и ставьте лайки как всегда